Ну что, друзья, ничего себе! Вы видели, что произошло? Вы видели то видеосравнение, которое я делал между 10 Ultra и 11 Ultra, в котором 10 Ultra в какие-то моменты делает фотографии гораздо качественнее, чем 11 Ultra. Да, безусловно, у 11 тоже есть плюсы, но простите меня, результаты на самом деле очень странные. Мало того, произошел ведь даунгрейд. В 10 у нас 4 камеры, 2 из которых телевичка. Один для портретиков, второй глобальное увеличение в 5 раз. Ну а в 11 теперь всего лишь один телевичок, то есть для портретиков все, телевичка нет, только один телевичок с увеличением в 5 раз. И поэтому я прямо сейчас вот здесь оставляю ссылочку на то видеосравнение, в котором я рассказываю про фото возможности. Вы сейчас откроете ссылочку и посмотрите его обязательно. Но и это видео имеет огромное значение. Поэтому мы сейчас в итоге выясним, а что же у нас с видео, какая ситуация у 11 и 10. Уверен, что после просмотра этого видоса вам все станет понятно. И вы, может быть, для себя поймете, а стоит ли переплачивать за 11, если можно купить 10. Кстати, где можно купить 10 и 11? Ведь на самом деле на территории России они не продаются в официальном доступе. Я вам расскажу. Ну и давайте смотреть видео. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Значит, давайте сразу вам расскажу, где можно приобрести 10 и 11. Это у моих друзей компания Цифрус. Мало того, пиксели, OnePlus, Samsung там на Snapdragon, может быть, хотите Galaxy S21 Ultra купить на Snapdragon и так далее. Все это к моим друзьям компании Цифрус внизу. Оставляю ссылку, переходите, посмотрите, у них классные цены, доставка по всей России. И если именно по этой ссылке перейдете, сделаете покупку, то вам приносит подарок. Так что всем welcome! На часах сейчас 4 часа и 16 минут восход в Санкт-Петербурге. Красота! Я нахожусь здесь, потому что именно во время восхода можно посмотреть, как работает камера. И вы видите, что десятка, ну, на самом деле, не очень стабильна. 11 тоже, честно говоря, не стабильна. Смотрите, я кручу руками, верчу, и картинка так плавает, так экспозиция дергается и так далее. В iPhone такого нету, в Samsung такого нету. Я уж не говорю про то, что в Xiaomi за 100 тысяч рублей нету фронталки с возможностью снимать 4К. Нету! Samsung умеет, iPhone умеет, Huawei умеет. Samsung Galaxy A52 за 25 тысяч рублей умеет снимать 4К на фронталку. Вот я у вас спрошу, друзья, вы знаете, почему это? Вот кто-нибудь из вас в курсе, почему Xiaomi, OnePlus, Vivo, еще наверняка какие-нибудь флагманы, оппа, не умеет снимать на фронталку 4К. Просто, ну, кто в курсе, напишите, пожалуйста, с чем это связано. Ну, вообще, давайте посмотрим на динамический диапазон, потому что, видите, на десятке полностью фон засвечен, а на 11-м не засвечен. Ну, а прямо сейчас я предлагаю немножко пройтись, посмотреть, что же могут на нашей камере. Кстати, обращаю ваше внимание, посмотрите, размер лица, он разный на обеих камерах, потому что на 11-м больше всего помещается в кадр, а на десятке меньше всего помещается в кадр. И вот сейчас лицо мне на 11-м нравится больше, чем на десятке, но при этом мне не нравится стабилизация на 11-м. Смотрите, я дергаюсь, а на десятке все очень-очень стабильно. А что касается динамического диапазона засветов, ну, вот сейчас, видите, лицо на десятке засвечивается, вот, видите, а на одиннадцатом нет то есть камера на одиннадцатом круче на фронталке это хорошо ну так и должно быть вот прямо сейчас давите динамический диапазон небо не видно на десятке на одиннадцатом небо видно так что фронтальная камера все-таки на одиннадцатом покруче хотя вот этот момент со стабилизации видите отрясусь честно говоря странно кстати как вы думаете стоит ли в итоге переплачивать за одиннадцатый или нет напишите комментариях интересно full hd 30 кадров в секунду очень важно как смартфон умеет снимать в темноте очень важно как они изменяют цвета вот вы видите сейчас например что на одиннадцатом более зеленая трава она десятки чуть более темная трава картинка что поприятнее на одиннадцатом но вы обратите внимание также что на одиннадцатом цвет небо не такой какой на самом деле потому что слишком уж голубое но это из-за желтых фонарей здесь вы тоже на самом деле видите что оба смартфона делают картинку не настоящий очень синяя она получается на десятки и очень голубой она получается на одиннадцатом это еще расскажу что из-за желтых фонарей но очень часто в городах именно желтые фонари поэтому как с этим бороться до считайте что никак но другие при этом телефоны снимают по-другому и дают другую картинку смотрите какая сейчас синяя картинка вообще дико синяя и на десятке и на 11 прямо невероятно синие а вот сейчас уже не синие до желтых фонарей нету и этой синего нет кстати посмотрите на 11 какой-то прямо странный эффект танца петропавловской крепости ну и десятка до потемнее вот картинка и темный очень ствол на 11 ствол все-таки по лучше ну это логично да все-таки на 11 больше свет проникает на сенсор хотя по фотографиям уже поняли что к сожалению в темноте десятка порой делает фотографии лучше чем 11 давайте включим широкий угол посмотрим как камеры работают в этом режиме сразу картинка стала темнее потому что широкоугольная камера менее восприимчива к свету но опять же на одиннадцатом все чуть-чуть поярче но ярче это одно детализация это другое сейчас посмотрим что он и по цветопередаче будет так далее но по-прежнему продолжается эта история немножко синит камера еще расскажу что на других смартфонах не так синит то есть это не вопрос не только в желтых фонарях да видно что шире конечно же гола гораздо интереснее на 11 на 10 все прямо синее какое-то да посмотрите синие странно темного непонятного цвета на 11 можно различать цвета зеленые так далее но при этом засветы есть на обеих камерах но на 11 все-таки получше картинка чем на десятке слава богу так и должно быть вот цвета лучше различаются да например закат желтый а на 10 закат да просто закат белый то есть десятка различает цвета хуже а это нас уже увеличение пятикратное увеличение здесь видно что оба смартфона достаточно тяжело справляются с этой ситуацией но в темноте вообще снимать с пятикратным увеличением очень сложно причем оба смартфона не включают телевичок эта съемка идет на основную камеру я это так вижу и более светлая картинка на одиннадцатом вот сейчас прямо очень хорошо видно что она гораздо светлее чем на десятке особенно за счет того что на сзади контровой свет смартфону гораздо тяжелее вытянуть передний план и он это делать лучше на одиннадцатом при там опять же все периодически становится слишком синим но это еще более серьезное увеличение десятикратное и вот тут кстати оптический сенсор включается на одиннадцатом это видно гораздо более детализированная картинка а на десятке не включается телевичок поэтому здесь кроп но поэтому видите насколько велика разница это очень хорошо что оптическое увеличение сама включается потому что по факту мы ведь никак на это не можем повлиять автоматика сама определяет насколько темная картинка и либо включает телевичок потому что хватает света либо оставляет основную камеру потому что она более светочувствительная при этом вы видите что фокус не всегда нормально работает вот сейчас не может сфокусироваться камера ну я неоднократно замечал что такое бывает очень многие просят снимать детей показывать как-то выглядит на улице и дома но смотрите как выглядит съемка ребенка я бы сказал что мне на десятке более картинка нравится она такая более мягкая более светлая более желтенькая более теплая потому что на одиннадцатом более серая кожа получается и здание дом более серый и кофточка на амбелии более цветная на десятке нежели на одиннадцатом вот интересно так давайте еще посмотрим засветы на закате как оба смартфона отрабатывают по большому счету примерно одинаковая картинка это было пятикратное увеличение теперь делаем увеличение до 10 раз и там там у нас включается телевичок ну и здесь вы можете оценить по первых стабилизацию а во вторых как работает автоматика чуть-чуть наверное на одиннадцатом картинка получше но здесь например более правильные цвета но прямо сейчас увидите что за трава зеленее на одиннадцатом чем на десятке при этом картинка достаточно но не плавно и да нельзя сказать что она сильно плавно и но это уже 4к 60 кадров в секунду кстати во время съемки нельзя переключаться на ширик на ван плате можно на самсунгах и айфонах нельзя на сяоми тоже нельзя я здесь показываю что есть определенные трудности с фокусировкой на объекте который находится прямо перед камерой прямо он очень сильно задумывается чтобы ему такое сделать причем то 10 задумывается то 11 задумывается ну вот видите да что с фокусировкой не все хорошо здесь у нас по цветам примерно одна и даже картинка что вполне логично смотрим сейчас на детализацию вот на этом объекте потому что на нем часто возникают определенные нюансы сейчас можно вниз посмотреть видите что детализация пропадает на десятке детализация пропадает чаще чем на одиннадцатом тоже сложный объект посмотреть как по-разному отрабатывают камеры одиннадцатый делает светлым фон а на десятке все затемняется и только надпись остается светлый динамический диапазон у кого лучше но одиннадцатого может быть чуть-чуть получше хотя на самом деле большой разницы то и нет смотрим на стабилизацию в коридоре особенно хорошо видны какие-то нюансы когда есть какие-то пошатывания я сказал что примерно одинаковая стабилизация и на десятки и на одиннадцатом ну и как выглядит стена что самое интересное на десятке стена получилось посветлее чем на одиннадцатом я бы сказал что по деталям у десятки получилось картиночка получше ну и насколько у нас в конце прыгает надпись тоже традиционный тест который практически никто не проходит до надпись прыгает друзья давайте попытаемся подвести итоги на самом деле камеры в плане видео достаточно близки единство что я отметил это фронталка лучше работает на одиннадцатом но при этом стабилизация на одиннадцатом хуже работает основная камера примерно одинаковая но в темноте чуть больше до деталей одиннадцатый чем десятый мне понравилось что когда мы включаем телевичок и снимаем на увеличение в темноте на одиннадцатом включается оптическое увеличение а на десятки все-таки работает основной модуль и поэтому все такое достаточно пикселизированная и некрасивая в целом можно сказать что есть небольшой прогресс в сторону одиннадцатого и можно наверное сказать что одиннадцатый снимает получше но опять же мне не очень понравилась цветовая передача и вот когда желтые фонари в городе картинка очень становится синий и максимально неестественной в целом в плане видео одиннадцатый все-таки есть прогресс а вот в плане фото если вдруг что не посмотрели видео обязательно посмотрите в описании я оставлю ссылку там прямо очень много вопросов к одиннадцатому и есть ощущение что нужно ждать апдейтов камеры очень надеюсь что эти видео оказались для вас полезными и вы теперь точно понимаете что же вам купить десятку или одиннадцатый тем более что разница в цене достаточно большая на этом все большое спасибо за то что посмотрели это видео обязательно подписывайтесь на канал если вам нравятся вот такие разборы и конечно же поставьте лайк потому что такие видосы требуют большого внимания и много заморочек на это все меня зовут фил канал честный блок всем спасибо не болейте счастливые пока